Здравствуйте, дорогие жители, гости Крова Судака. Среди нас собрался небольшой репортаж. Мы давали буквально 22-го числа репортаж по приезду Константинову «Веселая». И там мы на ситуацию такую наскочили о этих несчастных туалетах. Но эта история мне нравилась в продолжении. Вот я уже немного научился найти репортажи по мобильному и комментарии. Вот мне удивил комментарий. Одна женщина, понимаете, она как бы была недовольна, что я как бы во всем обвинял хозяина магазина. Но там золотой, как он стандарт понимает, о том, что это его туалет и так далее. Нет, я просто привязывал этот туалет, который там рядом находится, к тому, что он находится в этом магазине. Никакой мере я не обвинял этого хозяина магазина. Но тем не менее заинтересовался, почему так происходит, почему такое давление идет на этого хозяина магазина, который выдал конкурс на благоустройной территории, по каким причинам сроки срывает этого дела, понимаете. Помните, на личном все может быть, и его как бы отстанавливается оттуда, ну как бы, раздохнул договор. Вы знаете, когда я стал вникать более подробно, это Александр Волченков, понимаете. И когда я узнал судьбу, что когда было горе, когда смыло две машины и погибли дети, вы знаете, ливень был, то у него два брата, они погибли, и он потом уже третий ребенок, понимаете. И его отец привез с западной Украины, понимаете, этот скольбящий мать на памятник погибшим детям. Вы знаете, я к этой сне проникся большим вниманием и уважением, потому что, если это так, в действительности все это знают, понимаете, и жители города, и знают, значит, соответственно, что жители села, нельзя этого человека дать в обиду, понимаете, потому что они сделали то, что, возможно, никто бы не сделал. Поэтому я хотел бы обратиться к тем, кто этим занимается, понимаете. Прежде чем, аж договор, может, когда в этой жизненной ситуации у человека возникла, не будет помощь, может, нам договор перелечить по продлению договора и так далее, а не так жестоко обходиться. Я не понимаю вообще, где позиция неизвестной власти того же Кузнецова и депутата, где они, почему защищают человека, почему не отберутся более глубоко, чисто по-человечески. Это же ваша работа, а депутатская первая очередь. Поэтому прошу в отдел вникнуть общественности. И Сергея Николаевича прошу от Родины туда обратить внимание, тоже подключиться, не дать обидеть человека, если это не заслуженно. Вот поэтому спасибо этой женщине, что выразил свое такое недоумение. Какая бабушка нашептала на ухо все эти сплетни. Нет. Поэтому такая ситуация возникла. Ну, что сказать. Я разобрался. Туалеты строили тогда, когда был поселковый совет. Там предприниматели, говоря, что поселет организовал, они построили туалет женский и мужской. Он в хорошем состоянии. Его поселет содержал. На каких-то условиях, понимаете. Когда постсоветы, значит, ликвидировались, все договоренности ушли. И он остался бесхозным, понимаете. И от того, что там периодически концерты, что-нибудь там, в залпу, что-то каким-то способом там кому-то платят и убирают, это не дело. Вот поэтому после развала этих постсоветов, и когда есть за пять дней, за пять лет готовые туалеты, подключенные к воде, канализации, перестали функционировать, дошли до такого уровня, я, конечно, я никакой мере не оправдываю никакую власть, ни профильного нашего зам, главы демонстрации, кто курирует эти вещи, понимаете, ни руководства того же Кузнецова, по-моему, депутата, что за пять лет ничего не сделано. Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки нашли понимание, почему это подошло, кто недоработал, и как сделать так, чтобы люди не унижались, искали за платформью, искать туалет, сходить. Это не годится. По туалету, значит, ДК. Ну, разобрались, спасибо. Кедико Владимировичу, в 60-х временном спонтелянстве, начальника нашего водоканала, он разобрался. Там небольшие затраты. Там туалета, кажется, в трон, даже туалета не было. Там была просто лаборатория для проявления фотографий. В советское время такие помещения были. Там проекты, туалет только на первом этаже. Да, есть решение, можно поставить бак. Там куб полтора, понимаете, чтобы возле двери в окно. На второй этаж или на первый этаж, понимаете, запитать умывальник один-эдин, как бы унитаз запитать. И все это можно легко восстановить. Поэтому я хотел бы, чтобы не было такого, что будут собрать деньги там Родина или там кто-то еще там, или там я, понимаешь, там 500 тысяч рублей, и там, как можно, и там подчеркивать ДПР, понимаешь, чтобы не унижаться сюда. Я считаю, что это полный ответ с администрацией депутата. Пять лет ничего не сделали. Пожалуйста, моя просьба, понимаете, что мы не в этот мере ваши достижения, сделайте так, чтобы туалет заработал буквально за 2-3 дня до начала выборов. Это честь, достоинство, ваше будет оправдание вашей 5-летней бездейственности. Вот такая просьба. И к Андрею Васильевичу, и к Степикову, и к Кузнецову, и всем остальным, кто 5 лет ничего этой вещи не делал. Понимаете? Вот такая большая просьба к вам. Дальше вопрос касался, я говорил о том, что был Михаил Ченкин, мы проводили с ним совмещание, круглый стол. Вы знаете, пошла реакция. Вот буквально каждый день звонят в министерство ведомства о том, что вопросы, которые мы поднимали, решаются, согласовываются. Вот Зара Голи приезжает до обеда или после обеда замминистерства спорта. Мы должны обследовать ряд площадок детских, спортивных площадок, состояние, почему неплохо плодится, убирается, и решать, почему столько площадок у нас по городу 48 штук, а толку обслуживания их нет. Ни старых, ни новых. Системы, них хватает денег. То есть ситуация это или наша общая, наша округа, или общая крымская. И чем необходимо помочь? То есть не цель, чтобы наказать, выгнать или чего-нибудь, а просто узнать, почему, в чем причина, понимаете? От того, что вкладываются большие средства, республиканские, федеральные, а обслуживать некому. Да, проблемы есть. Вот мы и с Зарфа должны разобраться. Если есть претензия по обслуживанию, уборке спортивных площадок, детских площадок, площадок ГТО, пожалуйста, звоните мне, плюс 7, 9, 7, 8, 8, 2, 5, 5, 4, 1, 4. Мы с представителями министерства проедем туда, место посмотрим, тогда будет более предметно совещание провести, чтобы были какие-то итоговые результаты. Я в рабочем порядке посидел с руководством коммунхоза, начальником контракта управляющей компании. Есть проблемы, не надо скрывать, понимаете? С тем же руководством нашей спортивной организации. Тоже касается нашего стадиона, футбольного поля на Дяблоной улице. Пошел репортаж, Михаличенко, опять два дня назад, о том, что в таком позорном состоянии стадион, понимаешь, как-то дело не годится. Мы одновременно начинаем стадионы строить на два стадиона в Диападтории, один у нас. Но разве можно сравнить Диападрильское стадион с нашим, в Диападрильском поле? Это небо и земля. В чем причина? Я не знаю, понимаете? Поэтому нужно разбираться на уровне министерств, чтобы, понимаете, не только судили по отпискам, по докладам, понимаете, а именно судили, как оно есть по факту. А как вот Жукова делает, молодец. Поехал, обследовав, актив собрали, на конце дверное создание, как Сенова, и Сенович четко кому-то ноги переставляет, понимаете, и процесс идет. А другого пути пока нет, к сожалению. Ну, собственно, то, что я хотел осветить, такие мелкие вопросы, ну, я осветил, поэтому будем, значит, иметь какие-то результаты, значит, мы тоже расскажем о том, что творится. Ну, а пока тоже вот наши депутаты, там, когда я приглашаю на выборы, я еще говорю, товарищи, нельзя займать позицию, мы не пойдем на выборы, ну, вы ничего хорошего не достигаете, надо идти на выборы, надо принять осознанное решение, понимаете, никто вас насиловать не будет, вы сами должны пойти на выборы, пойти обязательно. Все люди всех национальностей вверх, я просто прошу, пойдите и сделайте свой выбор, и проголосую за того, кому вы доверяете, понимаете, потому что там будет зависеть ваше будущее, ваша жизнь, ваше следующие годы, только так. Вот прошел Таврида, да, я с всеми многими беседовал, и молодежи, всех в Ростов, вы знаете, все в эфории, всем было довольны, все радостные, вот такие были жалобы, что вот очень дорогая пища, ну, разная, они говорят, да, они говорят, ну, просто люди не ходят по нашим ресторанам, по Кипарисовой линии, набережные, какие там цены, такие же цены, ну, я, честно, не хожу, у меня нет ни денег, ни возможности выходить, понимаете, вот, а так, говорит, как бы нормально, да, было все организовано, четко понимаете, охрана, все остальные, какие там, нечастливо не случилось, да, людей было больше, чем заявляли, ну, рассчитывали, ну, единственное, да, степь, ветер, глаза, пыль все дойдет, такой негатив есть, но, в общем, я так скажу, все люди довольны, ну, когда говорят о том, что форум Таврида, даже не третий, что большая польза будет для нашего города, но не интересует ли вас, очевидно, а в чем будет польза разбития нашего города, понимаете, вот это пока ответа нет, ждем ответа официального, потому что информация нужна, чтобы мы четко знали, что у нас ждет в будущем, спасибо за внимание.